За чертой бедности в России проживает 16 миллионов человек, согласно данным Росстата. В Воронежском регионе таких 200 тысяч человек. На доходы ниже мрот, который в регионе составляет почти 14 тысяч рублей, прожить тяжело, а цены на месте не стоят. Среди причин бедности, по данным опроса ФОМ, респонденты называют безработицу, которая, по их мнению, связана с недостатком рабочих мест и ленью соискателей. Также в списке причин – алкоголизм, наркомания и плохая экономическая ситуация. Основные виды товаров – это хлеб и хлебобулочные изделия, мясопродукты, цены на которые поднялись на 17%, это рыбопродукты, подорожавшиеся почти на 16%, сахар 15% рост за год и подсолнечное масло, которое поднялось почти на 13%. Это такие наиболее крупные группы, которые более поднялись в цене за год. Почти на 30% за год выросли в цене куры. Дороже стали сельди, соленые и рыба живая, охлажденная. По данным опроса ФОМ, 52% респондентов заметили подорожание мясной продукции, 48% яиц, 47% молочных продуктов. На 10% за год подорожали непродовольственные товары. Опережающими темпами на протяжении всего практически года у нас дорожали автомобили, табачные изделия, медикаменты. Во второй половине года наметился рост на строительные материалы. В итоге строительные материалы за год подорожали почти на треть. Тем временем, к концу января снова прогнозируется рост курицы и яиц. Это связано с ограничениями, введенными Росельхознадзором, по недопущению распространения птичьего гриппа из Европы. На рынке создался дефицит инкубационных яиц, так как ведомство ввело запрет на их ввоз из Ермании, Нидерландов и Франции. Эксперты прогнозируют, средний рост за тушку курицы составит 6-8 рублей. Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов призывает властей ввести государственное регулирование цен на продукты первой необходимости. Зюганов говорит, что вместо реальной борьбы с ростом цен власти запрещают говорить о дикой инфляции. Тем временем, Михаил Мишустин не намерен искусственно сдерживать цены. Их будут стабилизировать рыночными механизмами. Кроме того, будет продолжаться господдержка производителей. То ли еще будет. Рост цен остановить невозможно, понимают это простые горожане. В тех же опросах население отвечает, что цены росли быстрее, чем обычно. 60% половины зарплаты тратят на еду. 16% все, что заработали, тратят на питание. Официальная инфляция составила в 2021 году в России 8,6%. В Воронеже она выше среднероссийской и составляет 9,28%. В создавшейся ситуации россиянам ничего не остается, как экономить. Либо искать всевозможные подработки. Олеся Лисюк, Сергей Трифонов, 41 канал.